Как же устроена группа обратимых элементов вот этого кольца? Мы уже поняли, когда она является циклической, но вообще здорово было бы, если бы мы, что-то до конца помнили, если бы мы поняли, когда берешь любое составное число К, как устроена эта группа. Это легко. Но и благодаря китайской теории об остатках, на самом деле единственный неисследованный случай у нас – это степень двойки. Смотрите, когда есть любое число Каса Ставна, его можно разложить по степеням разных чисел, и для нечетной степени мы уже знаем, там циклическая. А вот для степени двойки мы еще не знаем. И если мы найдем ответ на вопрос про степень двойки, то все будет здорово. Остатки отделения на 2 в степени n, при этом n больше 2. я утверждаю, что вот эта группа порождена такими элементами. Минус единицы – это элемент порядка 2. и пятерка. Причем пятерка – это будет, они должны длиться, элемент порядка 2. Пятерка – это элемент… Давайте сейчас скажу, что я хочу. Всего здесь 2 в степени n минус 1 элементов. Плюс минус 1 уменьшает в два раза. Поэтому я хотел бы, чтобы она была вот такого порядка. И любое число по модулю 2 в степени n, нечетное, записывается следующим образом. Минус 1 в какой-то там степени умножить на 5 в какой-то степени. При этом альфа берется то ли 0, то ли единица, то ли по модулю 2. И в это берется по модулю 2 в степени n минус 2. И такая вот запись единственная. Значит, эта группа является прямой суммой. Группа порожденной минус единицей и группой порожденной пятеркой. Так, давайте поехали доказывать. Во-первых, число 5 дает остаток 1 при делении на 4. Правда? Число минус 1 дает остаток 3 при делении на 4. Поэтому никакая степень пятерки не сравнима с минус единицей. Это очевидно, правда? То есть, прожденная минус единицей пересекается с прожденной пятеркой только по единственному моменту группы, по число 1. Так что это не так просто. Теперь, надо возводить 5 в степень. И, смотрите, это тоже чрезвычайно просто. Смотрите, 5 это 1 плюс 4. 5 это 1 плюс 4. И так у нас обстоит дело по модулю 8. Правда? А теперь смотрим, что будет, когда мы будем возводить в квадрате. 5 в квадрате. Это 1 плюс 4 в квадрате. Это 1 плюс 2х4 плюс 4 в квадрате. Отлично. Значит, это 1 плюс 8 по модулю 16. Очевидно? Очевидно. И, значит, я могу написать тебе общее квадрате. 5 в степени 2 в степени m. Вот здесь у меня было 5 в степени 2 в степени 0. Здесь 5 в степени 2 в степени 1. Здесь m равнялось единице. Имеет следующий вид. Это будет 1 плюс 2 в степени m плюс 2 по модулю 2 в степени m плюс 3. Очевидно? Вот здесь вот m равнялось единице. Вот это единица. Вот это вот 2 в кубе. То есть 2 в степени 1 плюс 3. А вот это вот 2 в степени 1 плюс 3. Здесь было 2 в кубе. А здесь было 2 в четвертом. Идеально. Так, если такое равенство есть, то я его просто могу записать сейчас формулой. И возвести в квадрат. Постойку я пытаюсь быть, что это уже совсем до конца понятно. То давайте я вот так напишу. 5 в степени 2 в степени m плюс 1. Это и есть единица плюс 2 в m плюс 2 плюс 2 в степени m плюс 3 умножить на некоторое целое число c. Вот это вот я написал 5 в степени 2 в степени m. И вот это надо не забыть возвести в квадрат. Замечательно. Замечательно. Взвожу в квадрат. Получаю следующее. Во-первых, надо каждое слогаемое в квадрат возвести. Единица плюс 2 в степени 2m плюс 4 умножить на c квадрат. Теперь удвоенное произведение. Удвоенное произведение. Это 2 в степени m плюс 3. Еще 2 в степени m плюс 4 умножить на c. И еще 2 в степени m плюс 4 умножить на c. А теперь внимание. Меня это интересует по модулю 2 в степени m плюс 4. Поэтому вот это все совершенно неинтересно. Это я только из любви к педагогике писал. На самом деле получилось 1 плюс 2 в степени m плюс 3 по модулю 5 в степени 2 в степени m плюс 1. Это 1 плюс 2 в степени m плюс 3 по модулю 2 в степени m плюс 4. Вот и все. Просто шаппинг дубца. То есть ничего, кроме возведения в квадрат, здесь не требуется. Если нас интересует сравнение по модулю 2 в степени n, то, по индукции доказали, имеет смысл посмотреть на вот эту штуку, написав вместо m плюс 3 n, что у нас тогда получится? 5 в степени 2 в степени n минус 3 сравнимо с 1 плюс 2 в степени n минус 1 по модулю 2 в степени n. Заметьте, пожалуйста, не сравнимо с единицей. А вот если вы возьмете на единичку больше, здесь напишите n минус 2, здесь, соответственно, будет n, и здесь у вас будет n плюс 1, но на самом деле, если n плюс 1, то и n лучше. То вы обнаруживаете замечательную вещь. Здесь можно написать n, вот это тогда можно будет убрать, и вы получаете единицу. Значит, когда вы взводили в степень 2 в n минус 3, то не была единица. А когда вы взвели в степень 2 в степень n минус 2, то уже получили единицу. Победа? Отлично. Вот, собственно говоря, так и получается для степени 2.